Ас-саляму алейкум и рахматуллахи ва баракату. Мы сегодня с вами подводим итоги последнего аята суры Али-Фатиха. Напоминаю вам, чтобы вы подписывались, делились благими знаниями, иншаллах, и получали за это награду. Сегодня мы с вами разберём особенности дополнительные, потому что уже много чего было сказано в предыдущих нескольких уроках по седьмому аяту суры Али-Фатиха. А теперь подведём итоги и некоторые особенности вам подскажу. Последний аят, седьмой, в суре Али-Фатиха, семь аятов. И часто при чтении этой суры, или вернее этого аята, так как он достаточно долгий, и здесь есть в конце харфо-мэд-ля-зим, то есть шесть харакат, которые обязательно тянут. И многие не имеют достаточного дыхания для того, чтобы прочитать весь аят, при этом спокойно, соразмеренно дочитать его с этим долгим аятом в конце. Поэтому разбивают как бы на части. И часто останавливаются на то, что вы видите на первой строчке, и потом продолжают, продолжают без возвращения. На самом деле так неверно говорит. То есть если мы читаем по реваяхавсамнасам, которые мы с вами разбирали, то это считается целым аятом и не является вот это место местом остановки. Если вы здесь остановились, то необходимо вернуться назад, прочитать ещё раз, захватить дальше вторую часть, и тогда уже можно вернуться. Так как вот это не является аятом по реваяхавсам. И можно разные варианты. Я предлагаю вам стараться прочитывать вот две строчки, которые перед вами, потом возвращаться в начало второй строчки и уже читать вторую и третью строчку на одном дыхании, иншаллах. Попробую вам показать. Ну или весь аят целиком. Если у вас получается, и на это достаточно дыхания. Вот. Продолжение следует... Это если мы вот остановились и вернулись. Или весь аят целиком. Пробуйте весь аят целиком. Да, то есть такой вариант предпочтительный. Ну, учитывая, что перед этим ещё есть аяты, возможно, если вы читаете слух, может быть недостаточно дыхания. В принципе, сейчас у меня тоже дыхание ещё не очень, так как боли в последнее время. Да, то есть важно знать, что так как здесь на первом слове аля и им нет окончания аята, нужно соединить дальше и вернуться. Если вы можете весь аят прочитать и вот таким образом прочитать. Это ошибка, которая бывает. Я уже, в принципе, про неё говорила. Но ещё раз хочу напомнить. Это округление твёрдых. То есть когда, скорее, произнося твёрдый харф, твёрдость пытается увеличить за счёт округления. Так что, во-первых, переусердствует с твёрдостью, во-вторых, это округление не к месту используют. Вот эта частая ошибка здесь, в этом аяте непосредственно, хотя есть и в других аятах, но в этом аяте есть достаточно много твёрдых. Бух, Исад, Ипо, Игойн, Ибод, несколько раз. Поэтому обращаю ваше внимание на то, чтобы эта ошибка, особенно здесь, акцентировалась на неё внимание. То есть чтобы этого не происходило. Как и к чему произносить фатху, про это уже было сказано раньше. Ещё одна проблема, которая может возникнуть, это излишняя акцентация. То есть когда какие-то давления или сила нажать, например, может быть, на махарач, то есть и выходит, звучит достаточно прерывисто, иногда обрываются и укорачиваются звуки некоторые или сильно выделяются. Этого тоже делать не нужно. Например, то есть как пример, как это может выглядеть. Например, «Сырапа л-лядзина ан-амта алейхим гайри л-маггуби, гайри л-маггуби алейхим ва ляббаллим». Ну, что-то в этом роде. То есть не все могут быть в каких-то определённых местах. То есть часто бывает, сёстры, когда сложность, какое-то соединение, вот так читают. Нет, желательно, чтобы всё было плавно, соединяясь. То есть если вы правильно произносите одну букву, вторую, третью и так далее, чтобы не было вот этой излишней акцентации. То есть читайте. Правильно, соразмеренно, не давая лишней акцентации на той или иной букве. Значит, читаем плавно, стараемся не пережимать. Да, Махараджи, иншалла, всё получится. Напоминаю, что у нас сегодня завершающий урок по аятам. На следующем уроке мы подведём итоги, возьмём общие, как бы все аяты вместе, какие у нас есть ошибки, подведём итоги. Если у вас вдруг возникли какие-то вопросы, которые вы хотели, чтобы я подняла и дала на них ответы, в следующем уроке, пишите под этим видео. И, иншалла, в дальнейших уроках, если они будут по этой же теме, я буду добавлять. Так у нас остался, по сути, один урок с вами, заключительный. Поэтому благодарю вас за то, что были со мной. И, иншалла, субтитры, субтитры, аимонutes и отдаю вас. И, иншалла, и, иншалла, и, иншалла, и, иншалла, и, иншалла. И, иншалла. Аликум. Ворохов Матиллоки, ворохов Матиллоки. Продолжение следует...